Пузыреплотник неприхотливый, пышный, легко стрижется, красиво цветет. Именно это растение выбрали для формирования живой изгороди. Работы на улице Годовикова стартовали сегодня с самого утра. В подмастерьях у специалистов спецавтотранса юные череповчане. В городе начали работать трудовые бригады. Еще накануне ребята прошли инструктаж, а уже сегодня трудятся, как говорится, в поле. Здесь на улице Годовикова сегодня трудятся у нас два отряда. Это порядка 25 человек, соответственно, два куратора, которые закреплены за этими двумя отрядами. Вместе с ними мы сегодня в течение четырех часов будем высаживать здесь, соответственно, живую изгородь, чтобы улица Годовикова стала соответствующей нашему городу Череповцу, чтобы она стала красивой. Озеленение – это, так скажем, один из основных видов работ, которые ребята будут выполнять. Кроме этого, они будут заниматься уборкой территорий, парков, скверов. Кроме этого, они будут участвовать и помогать молодежному центру проведения городских мероприятий. Прежде чем начать основные работы по обустройству живой изгороди, на Годовикова сотрудники спецавтотранса подготовили территорию. В питомниках вырастили больше трех тысяч саженцев. Для подготовки вчера мы все территории выкосили, провели работы подготовительные, вырыли ров мини-техникой. И сегодня осуществляем высадку. Наши озеленители работают. Живая изгородь протянется вдоль всей улицы Годовикова до Ледового дворца. Работу выполнят пока только с одной стороны магистрали. На первом этапе здесь высадят одну тысячу кустов. На это потребуется несколько дней. Если его не стричь, он может вырасти до двух метров. Мы ему не дадим, скажем, сформируем на стандартной нашей высоте не более 80 сантиметров, чтобы он не мешал машинам видеть пешеходов, пешеходам видеть машины и соответствовал требованиям ГИБДД. В этом году озеленители будут ухаживать за пузыреплодником в щадящем режиме. Любая пересадка для растения – это стресс. Так что пока только полив. Первая стрижка предположительно состоится осенью следующего года. В 2021-м такие зеленые заборы появятся на Октябрьском проспекте и улице Столевара. Всего же для живой изгороди подготовили 8 тысяч кустов. Ольга Ваганова, Анатолий Холин. Новости.